ребят я вас всех приветствую сегодня у нас будут отличия камри сороковка камри сороковка обе европейки но это рестайлинг это до рестайлинг соответственно в интернете тоже я видел какие-то такие на фотках делают сравнение я вам на живом примере хочу продемонстрировать чем же они отличаются в действительности друзья те кто впервые попал на канал добро пожаловать заходите подписывайтесь обсуждаем toyota lexus и так ребят значит в первую очередь здесь присутствует я вам сразу хочу сказать в любой комплектации на рестайлинге присутствуют омыватели фар когда здесь но они здесь есть но в принципе такая фишечка чтобы вы знали существует что здесь омыватели идут не в любой комплектации то есть рестайлинг вот он у нас беленький справа да он омыватель фар присутствует абсолютно на любой комплектации ну так же вы сразу можете видеть вот противотуманные фары выполнены на до рестайлинге вот таким образом да может не заказать более скромным здесь они уже с участием хромированной такой части вот видите да вот так дальше ребят но бампер то есть сам бампер если мы по низу там идем он чуть-чуть другой здесь в принципе вы визуально так ничего не заметите но немножко другой и здесь решетка как ее называют некоторая да более сморщенная ну так сленгово не знаю то есть здесь она имеет такие более прямые формы вот вы можете видеть здесь же она на рестайлинге вот имеет такую форму визуальную фары также ребят фары конечно же они тоже здесь немножко другие что ну на первый взгляд обыватель тоже наверное это вряд ли сможет отличить прям так взглядом но тем не менее на рестайлинге они тоже отличаются так ребят и что касается поворотников здесь вы видите вдоры стайлинге есть дублирующий допов повторитель поворота на крыле здесь у нас его нет он здесь вынесен на зеркало причем не путать с американками да потому что в американках конфигурация несколько иная это я подчеркиваю мы говорим именно о европейках ребят кому будет интересно сравнение с американками у меня на канале это тоже есть я оставлю ссылку даже под этим видео кто захочет посмотреть разницу с рестайлингом американкой ребят и диски также диски вот вы видите это диск именно рестайл вот он вот такую вот форму имеет и вдоры стали он чуть-чуть другой но это уже не существенное но тем не менее вот диск у нас идет до рестайл то есть они чуть-чуть тоже в рестайли сделали иные диски так ребят и внутри незначительно но все же есть конечно такое понятие как комплектации но мы сейчас не касаемся их вдоры стали есть вот такая ниша да и есть пепельница в рестайли у нас это все это все в едином комплекте таком то есть вот здесь видите как таковой пепельницы нет просто открывается здесь часть такая и здесь есть аукс уже у нас вот вот так выглядит на некоторых до уже ставился монитор здесь на 35 в люксовых комплектациях и в некоторых р-четвертых по по доп опциям то есть если заказывался он то есть это уже здесь могло присутствовать и монитор плюс камера заднего вида и навигация прошита то есть это уже могло быть и в рестайлинге в верхних комплектациях и ребят что касается задней части то здесь схожесть очень-очень большая я бы так сказал что практически неотличимая особенно там иногда вот люди путают бывают фонари до задние диодные фонари это уже прерогатива американок то есть в европейке они практически также одинаковые вверх вверх беленькие до обычные и здесь тоже вверх беленькие и стопы совершенно обычные то есть вот как на рестайлинге так и на обычной да кстати выпускалась да для уточнения для культуры видео скажем это с 2006 по 2009 здесь рестайлинг пошел с 9 по 11 и вот это вот друзья вы перед вами до версия рестайлинга вообще одна из последних то есть это последние месяца практически там одиннадцатый год то есть тогда когда последние партии уже штамповались именно сороковок так что представитель довольно интересный и яркий но я думаю вот такой вот репортик отчет у нас получился тоже возможно пойдет на пользу тем кто в поиске интересуется или просто там смотрит как она у других друзья всем удачи добра подписывайтесь пока